Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Смотрите. Во-первых, вы не осуществите никакого запроса к нам, к специалистам, с чего хотите. Это, как вы понимаете, рождает некоторую неопределенность и отсутствие направленности в взаимодействии между вами и психологом. Потому что, да, ситуация непростая для вас. Вам эта ситуация по понятным причинам неприятна. Вам эта ситуация тяжела. Опять же, по вполне понятным причинам. Но что делать дальше, вы не знаете. Не знаем этого и мы. Потому что как жить и как поступать решаете только вы. То есть только вы решаете. Ваши ценности ли отражают молодой человек или нет. Только вы решаете быть в отношениях или нет. Мы можем в любом случае помочь. Мы можем помочь гармонизировать ваши отношения. То есть сделать их, ну, более удовлетворительными. Вот. Мы можем помочь вам пережить расставание, если вы решите расстаться. Ну, поможем пережить травму расставания, если вы это решите сделать. Вот. Но решать вас. За вас мы этого не решим. Это первое. Второе. Я не знаю, конечно, и не буду говорить о том, любите ли вы своего молодого человека или нет. Потому что не мне это решать, да. Но однозначно я могу сказать, что есть нечто, что вашей любви мешает. Или есть нечто, что как бы соседствует вместе с вашей любовью. Молодому человеку. А именно, это потребность в нем, потребность в его какой-то защите. Потребность в его помощи, потребность в его поддержке. И, наверное, самое важное, это необходимость. То есть, необходимость в нем для того, чтобы вы чувствовали себя счастливы. И вот, наверное, такой глобальный системообразующий вопрос к вам будет звучать так. Каким образом получается, что для того, чтобы вы были счастливы, вам нужен кто-то? Например, этот человек. Каким образом получается так, что, условно говоря, без этого человека вы не счастливы? Вот, каким образом так получается? Каким образом такое возможно? Вот это очень важно, на мой взгляд, разобрать. Это очень важно, на мой взгляд, рассмотреть. Потому что, за свое счастье, ответственные можете быть. Можете быть за свое счастье только вы. Только вы можете быть ответственны за свое счастье. И только вы можете дать это себе. Я имею в виду, только вы можете дать себе счастье. С другой стороны, у вас, судя по тому, что вы пишете, имеет место быть такое, знаете, вот, чувство вины к человеку, что ли. То есть, как будто вы себя, вот, можете винить за то, что происходит, да, за то, что вы хотите чего-то, за то, что вы нуждаетесь в чем-то и так далее. То есть, как будто вы себя можете винить, чувство вины есть. Ну, вот, в отношениях, в любом случае, чувство вины, ну, подспорье, мягко говоря, не лучше. Вот. Поэтому, из чувства вины и, условно говоря, с вашей не самодостаточностью нужно работать. А там вы уже сможете решить, так сказать, более независимо, более естественным для себя образом, вы сможете решить, что делать дальше. Потому что, потому что, в принципе, варианты, и те, которые видите вы, и другие варианты возможные. Вот. Они все, по большому счету, равнозначны. То есть, здесь нет какого-то варианта лучшего, более лучшего или более худшего. Здесь все варианты, в принципе, равны. Вот. Но важно, чтобы вы приняли решение независимо. Важно, чтобы вы принимали решение максимально непринужденно. Так сказать, незаинтересованно. Только в этом случае вы можете рассчитывать на то, что будет какой-то результат. В остальном случае это будет, по сути, вот, ну, история про выбор, там, ну, наименьшего возраста. Вот. Это будет история про такой момент. То есть, какой бы вы выбор не сделали, вы все равно не счастливы. Вот. Но, вместе с тем, вы можете интуитивно, не осознавая этого, играть в игру под названием «Да, но». Это игра, при которой человек ищет выходы из ситуации, примерно как вы, но отвергает всевозможные варианты. В этом случае человек просто понимает, что выхода нет и снимает полностью с себя ответственность за принятие решения. Мне бы не хотелось, чтобы подобная позиция была, в том числе и с вами. Вот. Поэтому я очень, очень надеюсь на то, что вы в эту игру не играете. Да? Ну, вы изучите еще поподробнее, чтобы понимать лучше, о чем здесь речь. Вот. Но, тем не менее, это важный момент, важный момент. Очень важный момент. Для того, вот, чтобы вам разрешить свою проблематику. Да? Идем дальше. Вы пишите. Я в отношениях с парнем более пяти лет. Ну, здесь важно понимать, что в этот лет, действительно, могут быть перемены и у вас, и у него, и, в общем-то, подобное развитие событий, в принципе, вполне нормальное и закономерное. Вот. Кроме того, нельзя исключать кризис в отношениях. Раз. То, что вы на расстоянии. Два. Это тоже им накладывает отпечаток серьезный. То есть, еще неизвестно, как вы реагируете на отношения на расстояние. Вот. Мы легко и регулярно видим, все отношения хорошие. Меня очень любят, много для меня делают. Мы можем обо всем поговорить. Что касается отношений между нами, никакого недопонимания, абсолютно скатидиально. Столько лет прошло, но все еще признаются в любви, нервничать к вам, сказать об этом. В последнее время я начала сомневаться, мы ли это человек. Ну, я вам сразу скажу, что не ваш, потому что ваших людей нет. Вообще. Совсем. Ваших людей не бывают. Ваших людей не существуют, в принципе. И вам, чем быстрее вы к этому придете, тем легче вам будет. Ваших людей нет. Здесь у вас проявляется собственническая определенная позиция по отношению к себе и по отношению к человеку. Вот. То есть, это именно позиция собственничества. Собственническая позиция призвана, как правило, вас от чего-то защитить. Ну, вот. Нужно посмотреть, от чего. То есть, это ошибочно. Мысли о браке не меня пугают. Чем? Мне кажется, мы разные и не будем счастливы. Точнее, я не буду. Чем это связано, опять же, да? И как ваше сердце зависит от другого человека? В чем ваши разности? И так далее. Подходите ли вы друг другу по общению? Это можно выяснить, побеседовав с вами. У меня хорошее образование с большими перспективами. У него ПТУ и работа с ЗП ниже средней. Он не развивается в жизни. Каких амбиций у него нет. А для меня это важно. Ну, во-первых, чем для вас это важно? Как бы, да, почему вам важно, чтобы у вашего партнера это было? То есть, есть ощущение, что у вас появился просто стыд. То есть, есть ощущение, что вы начали стыдить своего молодого человека. Вот, чувство несоответствия его социальным каким-то вашим стандартным. Но молодой человек, он такой, как он есть, вы либо принимаете его, либо нет. Вы либо принимаете его таким, как он есть, либо не принимаете его таким, как он есть. Это вам решат. Вот. Но здесь у вас есть элемент зависимости. Как я уже сказал, то, что ваша счастье, там условно, зависит от его и наоборот. Ну, вот так это выглядит. По крайней мере. Дальше. Я ему это говорил, надо делать без одного суббота. Время шло, ничего не меняется, слово совсем. Не может 28, я переживаю, что так ничего не изменится. А вот смотрите, да, вы переживаете. То есть, вы как-то. Для вас это важно. На вас это влияет. Вопрос в чем? Так. Ну, секс, понятно. Вы его не хотите, потому что вы от него ждете чего-то другого, да. То есть, по сути, вы человека воспринимаете как материал исходный, из которого можно вот что-то сделать. Мне кажется, что я достойно большего. Да, возможно. Но не через другого человека. Одновременно с этим, я хочу, чтобы все было как раз, как раньше. А вот здесь, элемент вообще незащищенности, потребность в этой защищенности и некоторая тревожность дают о себе знать. Ну, значит, ну вот все, что вы пишете. Я не знаю, что делать, спасать хрен. Ну, спасать точно никого не надо. Это треугольный карп, потому что какой-то получается. Вот, вы можете изучить его в интернете, чтобы лучше понимать, о чем идет прежде. Никого спасать не нужно. Вот. Спасибо, у вас что-либо не получится. Проблем вы себе достаточно много можете обрести. Дальше. Так, значит, я думал, вот, вы пишете он свой, моя палочка-выручалочка, опора и поддержка. Ну, вот тут нужно подумать, для чего вам нужна опора и поддержка, почему вы не справляетесь сам. Вот. И почему вам нужна палочка-выручалочка. То есть тот, кто вас спасает. Вероятное, вероятное, вы уже находитесь в треугольных карпах. Я думаю, на раз в любые отношения в итоге расплакал, стало еще тяжелее. Из-за чего? Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Я просто не понимаю, люблю ли я этот спорт. Нет. Любви здесь нет, потому что вы его не принимаете до конца. Именно в данный момент любви вас нет. Может быть, вы способны были бы его любить, если бы разрешили свои конфликты и стали независимы от него. Но пока что нет. Так, значит, я очень хочу, чтобы он был счастлив и была счастлива. И я была. Была счастлива. Был счастлива друг от друга независима. То есть каждый идет к нему сам. Я не знаю, как можно быть счастлива без него. Вот в этом проблема. Проблема. С ним как точно не получается. Да. Потому что это ваш внутренний конфликт здесь. На столе того, что я оставил вас в вопросах на других парней. Запретный плод складок. Все в порядке вещей. Которые, как мне кажется, прошли бы мне лучше. Нет таких людей, которые подходят. Нет таких людей. Нет. Это у вас, в принципе, некорректное восприятие отношений. То есть, давай, ну, вы достаточно в раннем возрасте оступили в отношения. Достаточно долго в них находились. Соответственно, на этот период, период с 18 до 23 лет приходится. Приходится пара значительных примеров. Человеки, по сути, вы превращаетесь из ребенка во взрослого. Так что подобные переживания нормальны. Но тут проблема в том, что ваша счастье зависит от его. Так, ну, это про фантазии так. Я не знаю что-то, но очень тяжело все это переживаю. Но здесь, ну, вам нужно разбираться в себе, да, и выявлять ваши собственные личные проблемы, которые делают возможным вот то, что происходит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok